здравствуйте друзья у нас сегодня такой интересный будет ресурс на который мы посмотрим и вы видите что это значит federal reserve bank of new york и они публикуют некоторую статистику по выпускникам университетов очень многогранную очень интересную я попытаюсь сейчас показать вам значит какую информацию здесь можно получить что есть смысл проанализировать и молодым ребятам и тем кто постарше и может быть родителям молодых ребят и так далее значит первое что здесь видим картиночку это так называемый under employment under employment вот тут снизу кстати есть определение вот они говорят что under employment определяется так что это процент выпускников которые выполняют работу не требующие образования вышивали это может быть все что угодно да но они не работают на работе требующие высшего образования что мы имеем две картинки однако три сант градуэтс красненькая другая год вообще калочка рачет то есть те кто вам те кто когда-то закончил и те кто недавно закончил мы видим что примерно 35 процентов людей это довольно стабильная кривуля вот в девяностом году это было там может быть тридцать три с половиной она так немножко флуктурирует но но мы видим что примерно на одном и том же уровне это происходит значит люди не работают на работе требующий высшего образования а когда речь заходит о выпускниках свеженьких то здесь кривая такая более дерганая вы видите она ходит вверх вниз потому что свежий выпускник сильно зависит от состояния экономики когда экономика в кризисе то на него спроса меньше труднее найти первую работу более-менее адекватную поэтому вы видите вот тут в районе значит 2000 какой там значит 2000 2001 2 3 вот тут значит здесь спад потому что была рецессия ведь такие флуктуации значит вот сейчас это примерно там 44 45 до 44 процента это одна кривуля я просто хочу сказать что все эти люди закончившие раньше или позже на них на всех весят лоуны они платят многотысячные лоуны дальше мы идем на денежки у нас да ну-ка смотрим давайте поглядим сейчас я тут вместе с вами буду я не понял я нажал кнопочку нет как-то не реагирует на меня давайте скажем job types пожалуйста нет андер им пламен да все хорошо значит андер им пламен теперь мы имеем значит синенькая наверху это хорошие работы которые не требуют колледжи красненькая это хорошие работы но для recent college graduates мы видим что вот это вот красненького наверху до красненькая для recent college graduates где они прилично получают похуже чем для тех кто выполняет работу не требующие университетского образования но тем не менее значит тоже они получают больше но вы видите они снижаются после час экономика хорошая последние годы теперь внизу у нас идет значит низкие заработки low wage тоже recent college graduates получают их больше кто получает маленькие деньги а тех кто давно закончил получают значит соответственно у них ситуация чуть получше но вот такая картина теперь мы пойдем ну-ка давайте job types у нас там получится мы еще посмотрим с вами по специальностям то есть какие люди лучше устраиваются в этой жизни в зависимости от того какой у них там собственно мейджер и какое образование они получили давайте я попробую отдельно открыть в отдельном окошечке вот тут ну-ка получится у меня дам получилось вот смотрите значит там идут разные профессии то есть мейджер до специализация с которой человек заканчивал университет получал бакалавра в данном случае значит unemployment rate то есть сколько из них значит без работы under employment то есть вот может быть unemployment всего 4 процента но из них значит да мы видим на 26 процентов работают не там где не требуется образование то есть они работают но не не тем занимаются значит средняя зарплата в начале карьеры средняя зарплата как бы уже к в середине карьеры и какой процент людей работающих там имеют мастер-дегри вот такая история давайте мы посмотрим у кого самый так мы сортируем по an unemployment мне придется вниз пойти поскольку в эту сторону растет самый большой unemployment если в среднем всего 5 процентов то самый большой unemployment 8 и 8 это география антропология и так далее и так далее интересно вот информация информацию информацион систем сэнд менеджмент относительно высокий анимплоумент а вот если у кого самый маленький анимплоумент непонятно что так сельское хозяйство строительство нерсинг медсестринское дело какая то тут терапия special education это когда с больными детками значит аэроспейс компьютер сайенс вот пожалуйста 3.6 андер имплоумент давайте глянем на андер имплоумент в какой профессии люди больше работают больше людей работают не ну как бы там где не требуется высшее образование допустим у него бакалавр по компьютер сайенс а он там допустим собирает компьютеры в каком-нибудь шопе мне придется да давайте здесь начнем меньше всего это нерсинг special education инженеры химики компьютерные инженеры это это хардверщики значит строители фарма с фармацевтия электрикал меккеникал значит и так далее а хуже всего дела обстоят у criminal justice до юристы значит перформанс арт бизнес менеджмент смейте как получается маркетинг в общем во всяком случае когда вы выбираете профессию если вы смотрите на соединенные штаты может быть вы не профессию выбираете она на смену профессии смотрите сколько зарабатывают люди интересно значит давайте начнем самых больших значит вот да средняя 38 в начале карьеры в начале карьеры средняя 38 инженеры химики 70 электрики 61 это это по большой территории то скажем в кремниевой долине было бы больше там значит да авиационные компьютерщики хардверные industrial mechanical engineering computer science вот тут есть неплохо все неплохо вот хотя у computer science вы видите 24 процента under employment rate 24 процента computer science не работают там где требуется computer science образование но тем не менее безработных среди них только 36 процентов то есть что то они делают так вот в начале карьеры у них 54 в середине карьеры у них 86 вот у компьютерных здесь так пишут а вот скажем самые приличные в середине карьеры вот химики electrical engineering там авиационные компьютерные и так далее и очень интересно тоже посмотреть среди людей работающих какой процент имеют мастер дегри не бэчелор а мастер смотрите в биохимии 74 процента в физике 70 процентов химии 65 биологии 63 я думаю что computer science там будет где нибудь сильно далеко ну-ка давайте посмотрим компьютер компьютер сайенс где нибудь там ну-ка боже где у нас компьютер сайенс вот он компьютер сайенс 32 процента 32 процента людей работающих в компьютер сайенс имеют мастер дегри так это мы смотрели про зарплаты а у нас еще есть про спрос значит мы видим что с 2006 года они запишут что за 100 процентов они принимают 2007 вот это они принимают за 100 процентов и требуется людей значит спрос на людей с высшим образованием вырос ну грубо там на сколько тут на 15 процентов а на людей без высшего образования на там 46 процентов так вот интересно получается так теперь так 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 по специальности мы смотрели ну в общем короче вот такой ресурс изучайте на здоровье и я хочу сказать что это все хорошая такая пища для размышления и мне очень нравится что собрано по профессиям вот то есть вы можете выбирать между профессиями смотреть в какой больше людей вообще не работают вот unemployment rate в какой профессии люди не работают там ну на работе требующей того образования которое они получали сколько они получали в начале и сколько уже с опытом я думаю это очень усредненная информация поэтому тут надо смотреть по регионам то есть это не деньги кремниевой долины хотя может быть это больше чем где-нибудь там я не знаю в таких местах не самых оживленных и это вот этот последний столбик показывает на самом деле что если вы хотите быть успешными на своей профессии насколько с вас потребуется получать более продвинутые степени образовательные может быть научные там и так далее здесь про phd нету но безусловно в некоторых областях там даже и мастера маловато вот такой ресурс и я ссылочку дам в описание к этому сюжету счастливо друзья и приятных вам так сказать путешествий по миру профессий американских счастливо